Благодарю, Катя Геннадьевич. Все легче и легче выступать после таких блестящих докладов. Касаемо нашей сегодняшней теме, мы в предыдущих докладах обсудили стандарты, и, конечно, речь идет об онкологии, то надо понимать, что стандарты являются главным в лечении. И, как было отмечено в сериале «Доктор Хаус», стандарты жили для того, чтобы защитить пациентов от самодеятельности врачей. Но мы должны понимать, что все стандарты начинаются с чего-то нестандартного, когда большие и крупные центры объединялись и изучали что-то новое, изучали эффективность этого нового, и если это подтверждалось, то тогда это выходило в стандарт. И, таким образом, коротенько я повторю все, что было озвучено в предыдущих докладах, где-то что изменилось в 21 веке. И, в первую очередь, 21 век, на мой взгляд, это время индивидуализации лечения, когда мы не можем общими словами говорить о 11% или 5%, для пациента, у которого это будет, это все 100%. И в 21 веке надо стараться подобрать для каждого пациента индивидуальную тактику лечения, а не ту, которую мы видим просто в какой-то стандарте под его стадию. В 21 веке мы получили результаты и доказали, что хирургия рака-пирожки – это тщательное выполнение прецизионной техники тотальной безректомактомии. В 21 веке появились технологические возможности, новейшее оборудование, позволяющее проводить очень качественную лучевую терапию. И также первую часть стадирования. Если раньше мы это определили просто пальцем, сейчас мы это определяем благодаря МРТ, МДУЗИ и позволяем, можем получить более точную стадию. Касаемо результатов хирургии, частота рецидивов при выполнении достаточно качественной хирургии достаточно низкая. Также по данным исследований мы можем видеть, что добавление лучевой терапии к тотальной безректомии достоверно снижает частоту ЗИВ в 2 раза. Но что такое это 2 раза? Без лучевой терапии при качественной хирургии мы будем иметь 11% рецидивов, при добавлении лучевой терапии 5%. Получается, что выигрыш получит только 5 пациентов, а 95% получат лучевую терапию золя. При этом никакого улучшения в одновременных стадиях не будет. Закономерный вопрос. Не обходировали лучевая терапия, когда мы владеем хорошей хирургической техникой? Касаемо преимуществ лучевой терапии, около 3 пациентов будут иметь полный пандаллогический ответ, о котором уже говорили. И полный ответ напрямую коррелирует с показателем выживаемости. Это по данным практически всех международных исследований и по нашим собственным данным. Таким образом, закономерный второй вопрос. А нужно ли оперировать пациента, у которого мы имеем полный клинический ответ, какой смысл удалять ему орган, при гистоличном состоянии которого не будет найдено клеток опухоли? Любая хирургическая операция, независимо от того, где она выполняется, в чьих руках. В самых идеальных условиях имеет определенную частоту осложнений. Это и тазовая обсесса, и несостоятельность, и недержание мочи, анальная инконсиненция, сексуальное расстройство и смертность, как и любое хирургическое вмешательство. И в 21 веке, в связи с тем, что сейчас идет тенденция к молодежью рака, вопросы, три последних, вопросы анальной инконсиненции, сексуальное расстройство, они имеют очень большое значение, даже при том, что хирургическое лечение дает очень хорошие результаты. Которые технологии лучевой терапии, если мы посмотрим, как обучали в прошлом веке и в этом веке, то такое графическое изображение наиболее точно отражает. И в данный момент мы можем позволить себе пецизионную лучевую терапию со снайперской точностью, обозначая, по сравнению с той, которая была 20 лет назад на более старых аппаратах. И вот та самая Анжелита Габаргана, которая сделала революцию, попубликовав в 2004 году уникальные данные, которые до сих пор никому не удалось повторить, когда она получила практически в группе пациентов с полным ответом безыстинно выживаемых сделался 2%, и общего выживаемых практически 100%. Надо сказать, что тот же автор отпугавал в 2010 году другую статью, где показал чуть более скромные результаты, но, тем не менее, они впечатляют. Пациентов, опять-таки, не оперировали при выраженном клиническом ответе на лечение. И результаты выживаемости и безыстинной выживаемости также достаточно впечатляют. Тем не менее, та же группа автора в 2011 году отруковала статью с некоторым катецицизмом. И основной проблемой при получении, когда мы клинически диагностируем полный ответ, к сожалению, не всегда оказывается патологическим. И также, наоборот, участие пациентов, у которых имеется какая-то остащенная овхоли, которых оперируют, на самом деле при морфологическом исследовании не находят овхоли. И заключением из той же группы авторов является то, что на данный момент есть определенные сложности именно в диагностике полного ответа и, соответственно, интерпретации показаний к ожиданию или к операции. Это коротенький слайд о тех исследованиях, которые сейчас идут в мире. И количество исследований увеличивается, что говорит о интересе больших центров к данной методике. Здесь также исследование, которое проводится в Великобритании, триггер. Оно немного отличается от всех тем, что одним из руководителей данной исследования является профессор Джина Браун, и качество МРТ исследования в данном исследовании очень высокое. И после проведения учебной терапии выясняют уровень этого ответа на опухоль. И пациентам, у которых невыраженный ответ, продолжается добавление консолидившей химиотерапии. И это наиболее представительное исследование, которое сейчас идет по так называемой DFLF-сердере, отсрочке операции. Здесь исследование ДАСКЕР-сердереи, в которых 20 пациентов было подделено на две группы. Одним 20 пациентов с клиническим полным ответом после проведенной химиотерапии. 20 пациентов прооперировали, другие 20 неоперировали, наблюдали. Результаты группы, которые не оперировали, оказались статистически недостоверны, но лучше, чем группы пациентов, которых оперировали. Также исследование под руководством профессора Джерарда Битца. 100 пациентов, причем в третьей стадии было более чем на 60%, дистальная локализация опхоли и большая часть пациентов после длинного курса химиотерапии. Части пациентов, 15 из 100, были выполнены операции в объеме локального сечения, остальные 8-5 наблюдались. И, как вы можете видеть на слайдах, результаты пациентов, которых наблюдали, практически сопоставимы с тем, которых сделали минимальное хирургическое вмешательство. Исследование полигона, диссискованная ректа, также в стадии 63 пациента с полным ответом наблюдались, и общая выживаемость практически 92%, бизоцидивная выживаемость 97%. Законятно возникает вопрос, необходима ли большая операция, когда мы имеем полный ответ на химиоучивую терапию. О чем это говорит? Что мы можем подожжить таким пациентам? Исследования доказано, что при полном ответе и при близком полном ответе вероятность поражения лимфолзово-мезодальной клетчатки минимальная. Таким образом, выполнение трансональной микрохирургии в объеме локального сечения остаточной опхоли может быть онкологически адекватным для данных пациентов. Вот как бы сайт, демонстрирующий технические возможности, и макропрепарат полнословенный сеченой стенки-приложки с остаточной опухолью в ней. Интересный вывод, который представил доктор Маус в своем исследовании, когда вошел более 1400 пациентов, что глубина инвазии опухоли напрямую коррелирует с частотой ответа. И чем меньше стадия опухоли по символу Т, тем больше вероятность возникновения в ней полного ответа. Так при стадии Т1 вероятность полного ответа на химиотерапию практически 60%, при стадии Т4-12. Таким образом возникла идея такого нестандартного варианта лечения пациентов с ранним раком прямой кишки, то есть это стадии по ЭСМО ранний рак Т1СМ2 до Т3А, максимум Б. В стандарте, опять-таки, речь идет о стандарте. В стандарте таким больным показано хирургическое вмешательство без выполнения какой-то дополнительной неодиантной или одиантной терапии. Однако, принимая внимание, что высока вероятность того, что при проведении учевой терапии у данных пациентов, которым не показана учевая терапия, вероятность полного ответа очень высока. Проводится вот сейчас в мире некоторые такие нестандартные, скажем, исследования, когда таких пациентов, таким пациентам проводится длинный курс химиочевой терапии. И результаты показали, что более чем 50% данных пациентов вытвойно-органскохорняющее лечение. То есть этим пациентам не выполнялся ударение прямой кишки. Соответственно, такие осознания, как инконтиненция, мочепоевые расстройства, они избежали, так сохранив орган и нормальный анатомический вид. Анагичная стыня проведена в Соединенных Штатах, а судок-травл также показал результаты более чем 60% органосохранного лечения. Грекар-2 анагичная стыня проводила во Франции, практически 50% полного ответа. Опять-таки повторюсь, это совершенно другая группа пациентов. Это не те пациенты, которых мы говорили ранее, которым изначально показана химио-учевая терапия длинным курсом и которые случайно по тем или иным биологическим осознанным своей опухоли вдруг предстали на тот момент, когда они приходили на операцию, с полным ответом. Это все пациенты, которым изначально можно было выполнить хирургическое лечение без неодиантова. Еще один фактор, который влияет на частоту патоморфоза, это наши собственные данные, но также они полностью коррелируются международными. Это время ожидания по окончании лучевой терапии. Чем больше мы ждем, тем больше частота полного ответа. Это международные данные также, подтверждающие этот момент. Таким образом, что мы можем сказать сейчас по так называемому тераптическому лечению рака привыкшки? На самом деле, мы тоже поддерживаем это, что мы хирурги. Мы любим оперировать, нам это нравится, но мы видим, что части пациентов можно избежать этой операции и, соответственно, получить определенный эффект. И касаемо возрастающего интереса к данной проблеме, всеми этими центрами международными осознана так называемая база IBVD, International Watch and Rate Database. И от России, к сожалению, пока только мы, только наше отделение участвует в этом проекте, но это призыв к действию. Любой центр может подключиться и заносить свои данные и участвовать в этом исследовании. И основной целью исследования является определение эффективности и онкологической безопасности данного метода для того, чтобы в дальнейшем, возможно, когда-то он и перейдет в стандарт. В заключении, что можно сказать? Плюсы тераптического неоперативного метода лечения раковые ракушки с полным ответом. Меньше осложнений, меньше смерти, лучше качество жизни. Минусы. Надо понимать, что данное лечение можно проводить только в крупных центрах, где имеются все специалисты. Более того, социальный фактор пациента, насколько он адекватен и понимает экспериментальный вариант этого лечения и будет часто к вам приходить на осмотр и не упустили мы возврат к болезни. Также имеет большое значение. И самое главное, это исследование не является стандартом на данный момент. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.